Микс Ньюс Программа «Синема», Олег Пеков в студии И сегодня, ну, ближайший час мы будем говорить о кино Буквально через несколько дней, 7 декабря будут вручать награды European Movie Awards Европейский, можно сказать, Оскар, кстати И я знаю, что вот вышла одна из картин буквально на днях Которая номинирована, причем за лучшую мужскую роль И вот грузинский актер Ливон Гелбахиани В фильме, сыгравший «И потом мы танцевали» Он получил номинацию в одном ряду с Антонио Бандерасом и Жаном Дюжарденом С такими вот прославленными актерами И сейчас этот фильм можно посмотреть в наших кинотеатрах В «Сплендед Палас» идут некоторые Но сегодня вот мы заглянем в кинотеатр, который совсем недавно открылся И открыл свои двери для зрителей И вот мы поговорим о том, как он устроен, какие планы, какие фильмы Чем он отличается от других мультиплексов в нашем городе Сегодня в нашей студии руководитель кинотеатра «Аполло» Эдгар Хартманис Здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер Ну и вот сразу, наверное, первый же вопрос Почему возникла необходимость в еще одном таком многозальном кинотеатре мультиплексе? То есть у нас их вроде бы достаточно большое количество в городе Вот еще один появился Да, согласен, в городе уже есть кинотеатр Но мы считаем, что должен быть еще один Который предлагает более новейшие услуги кинотеатра И также кинотеатр нужен для того, чтобы расширить рынок кинотеатров Это уже показывает общие данные по Прибалтике Что в Эстонии и в Литве гораздо больше прощает кинотеатры Это тоже можно увидеть по данным, что у них есть побольше экранов В Эстонии у них есть больше, чем 100 экранов В всей стране тоже посетителей у них больше, чем 3 миллиона Поскольку у нас только 2,5 миллиона посетителей Это и показывает то, что надо предлагать людям больше возможностей пойти в кинотеатры Ну и кроме того, это, наверное, еще один район Риги Который, в принципе, в котором еще не было Правильно, этот район еще кинотеатра не было И те, которые желали посмотреть кино Должны были ехать или через мост, или в центр, или же в другой район Риги Ну и, наверное, еще один фактор То, что это большой торговый центр И всегда люди, которые приходят в эти центры Они часто проводят Они приходят не только за покупками Но и отдохнуть, развлечься, походить по магазинам И кинотеатры здесь тоже логичны Дополнение к отдыху Правильно Но мы точно не знаем, как люди Они как бы делают все вместе Посещение в центре или в кинотеатр Может быть, есть такие, кто так делает Но мы, в общем, считаем, что Посещение кинотеатра — это отдельное мероприятие для людей И они телеброзно ездят в кинотеатры Может быть, кто-то тоже соединяет место с покупками и развлечения кинотеатры Но чем-то отличается ваш кинотеатр и его зал от уже существующих кинотеатров? Ну, начнем с тем, что у нас Что самое новенькое в Риге — это самообслуживание Что дает для наших зрителей возможность вообще не стоять в очередь Очень удобно сделать покупку на билеты и на продукты Также у нас новый концепт — это кинорестеран Где возможно заказать блюда И опять же наш IMEX, который единственный при Балтии Самый новый IMEX Новые чувства, новые приключения, что дает нашим зрителям Это и те вещи Опять же, тоже большие возможности для корпоративных компаний Делать всякие мероприятия Также для изучения или бизнес-конференции и так далее У нас есть большой бар-лаунж, где возможно до 500 людей Делать всякие мероприятия И самое главное Не самое главное, но очень главное Что у нас есть разные виды сидений Для людей, кто желает больше приватного пространства Больше комфорта Это наши старые сидения Где возможно в электрон поднять сидение Менять наклон Поднять ноги Включить обыгрыватель Теплый, если холодно стало Тоже заказать из сидения Себя покушать или попить из бара Это очень удобно И запрос на это очень хороший И видим, что садителям это нравится А прямо во время просмотра фильма можно заказывать? Правильно, да Между каждого двух сидений у нас есть планшет ПЭД Где у нас есть все меню Заказываем, смотрим фильм и ждем заказ И так же удобно Можно после фильма выйти и заплатить за свой покупок А вот как происходит Получается, вы сказали, что без очереди Может на самообслуживание Вот как происходит выбор фильма То есть для людей, которые привыкли Что они постояли в очереди Они подошли Вроде бы кассир предложил Какие вы хотите места То есть вроде бы страшно А как самому это все действует? Да Если приходим первый раз Наверное, будет немножко неудобно Для некоторых Но на месте есть сотрудники Которые помогут, покажут, расскажут И уже второй раз уже будет легче Но сам процесс очень простой Выбираем фильм Выбираем тип сидения Тогда уже сколько мест И тогда уже система показывает выбор сидения Можем поменять И оканчиваем покупок Потом опять сами идем через наши турники Где сканируем билет И просмотрим фильм Как получается Я понимаю, что ведь наверняка Человек, который пришел в кино И хочет что-то посмотреть Он не совсем знает Видит новые фильмы Незнакомые Вот так можно Ну, я не знаю Кассира спросить А вот что бы вы посоветовали Посмотреть Вот там Ну, взрослому с ребенком Или там Парень с девушкой Вот что бы вы там Для романтического свидания Как в этом случае Найти свой фильм? Ну, в этом случае Что одной можно сделать Тоже в наших кассах Можно посмотреть трейлер Фильмы Также Описание Кто играет в фильм И так далее Если мы желаем Как бы узнать Мнение наших сотрудников Чтобы посоветовать Тоже Сотрудник всегда на месте есть Можно к ним обрешаться Они покажут Как пользоваться Просмотром видео У каждой кассы Есть такая возможность И посоветуют Ну, а Совет это одно Это очень субъективно Поэтому лучше Чтобы зритель сам выбрал Что желает посмотреть Из нашего репертуара Вот к нам Все-таки Начинают дозвание Вот с вопросами Я вас попрошу Надеть наушники Наушники Сделайте только Пожалуйста Радио потише Пожалуйста Представьтесь Добрый день Игорь у телефона Я не знаю Уполномочен ли Ваш гость Давать Конкретный Такий вот Ответ На тот вопрос Который я хочу задать Но вопрос следующий Он в принципе Назрел уже давно Ситуация С С Попкорном С чавканем С мусором С запахом Вот когда идет Какой-то напряженный момент Кто-то Над ухом Чавкает И вообще Каким образом Это все можно Каким-то образом Разрулить Или сделать Половину зала Слева Те кто нормально Сидит Справа Кто чавкает Или может быть Сеансы какие-то Как это в этом направлении Вообще что-то Двигается Или же Вот коммерция И все Это прибыльно Я понял Я знаю Что в некоторых кинотеатрах Не продают попкорн В каких-то Наоборот Попкорн все-таки Я знаю Что в американских По-моему даже Кинотеатрах Когда Встал вопрос Вот о том Чтобы не продавать Попкорн Там Владельцы кинотеатров Возмутились Потому что Для них Это тоже Статья доходная Это хорошо Но тогда мы должны Будем поднять цены На билеты То есть Выбирайте сами Что вы хотите Да Правильно Вы комментировали Да Это один из Процессов Бизнеса Но опять же Если вопрос Потом Если кто-то мешает Мы всегда Можем обратиться Работниками И спрашивать Чтобы помогли В эту ситуацию Как бы разрешить Если конечно же Полный Будний день Много посетителей Ну К сожалению Надо считаться Тем Что люди Будут приходить Они будут покупать Себе какие-то Там Закуски И будет их потреблять Но если мешают Друг другу Можно поменять местами Сесть подальше Ну Каждая ситуация Это определено Надо индивидуально Решать Ну вот Кстати Если мы заговорили Вот о закусках И вообще о попкорне Я понимаю Что Очень здесь тоже Все меняется Может быть Вот сразу Вот об этом Какой ассортимент еды Сейчас предлагают Кинотеатры И вообще Ведь я понимаю Что кроме попкорна Есть очень много Еще различных позиций В этом меню Ну да Хотя И попкорн Всегда в кинотеатре Был и будет Он оставается Самый популярный продукт Который люди Употребляют В кинотеатре Если мы предлагаем Какие-то Альтернативные Альтернативные Продукты Они не более Популярные Но Немножко уже Идет на другое Там Какое-то Там Наверное Что более Хорошо Это там Морковка Или Что-то такое Как бы считается Healthy Healthy food Наш кинотеатр Тоже Как бы У нас есть Концерт ресторана Также На слезные места Можно заказать И горячие блюда И всякие закуски Мы предоставляем Меню Из нашего Ресторана Алирис Который Входит в группу Аполло Агрупп И также Блендер Кафе И Чир Ресторан Который Находится В кинотеатре В помещениях Тоже Очень можно Удобно Заказать И уже Можно Как бы Смотреть В фильме И кушать Свои любимые Блюда А горячие блюда Это какие Блюда Ну Бургеры Например Наггет Да Ну То есть Просто Я к тому Что это не Борщ Не знаю Как это Какие-то Такие сложные Из трех блюд Обеды Вряд ли Нет Такое блюдо Что мы можем Как бы Есть руками Наверное Да Есть руками Но в ресторан В зал Есть приборы Что и можно Есть прибор Там есть горячие блюда В звездных местах Там уже более Закуски Где можно руками Ну там Куриные крылышки И так далее Сэндвичи Из блендер Блендер кафе И смуты Также Из Чьи рестораны Азиатские И всякие Закуски Как бы Выбор большой И это все Кстати можно посидеть Я понимаю Что рестораны Работают Можно до фильма Там после фильма Тоже зайти То есть Ну это Нет Сраный зал Работает Именно для Для фильма Да Когда уже Фильм там не показывается Конечно там Зрителей там нету Определенно там Продукат Какой больше пользуется Популярностью Немножко больше Популярность Это сладкий попкорн Так Для селеного Ну 50 на 50 Можно сказать А к попкорну Там есть какие-то Не знаю Добавки То есть там Чем-то его Присыпать Да Для селеного Есть присыпки Всякого вкуса Там Чеддер Онион И так далее Кто Чего Лучше желает Где-то 5-4 видов Их есть А напитки какие В принципе В киноцентре Ну опять Популярные Это конечно Пепси Менее Менее популярные Но тоже Вода Пиво Ну опять У нас есть Бар И можно Покупать Коктейли Коктейли Мороженые Коктейли Кофе Чай Все что Может сделать Наш бар Это стандартные Все коктейли Что есть А вот Если говорить Про зрителя Который Приходит К вам Вот есть ли Какая-то Ну не знаю Статистика Кого больше Это Одинокие люди Семьи С детьми Пожилые Молодые То есть Вот какая-то Такая Статистика Самый большой Посетитель Идет на Фильм Анимации Где Конечно Приходят Семьями Ребенки Родители Но Мы видим Самая большая Аудитория От 20 до 35 лет Кто посчитает Кинотеатр Потом Другая Категория Не категория А жанр Который Пошитает Это Остросюжетные Фильмы Большие Блокбастеры Которые Есть То есть Анимация И блокбастер Это наверное Вот то На чем держится Репертуар Да Правильно Так Есть А скажите Вот Какие-то Специальные Например Мероприятия Это Не знаю Фестивали Там Ночи в кино Там Или какие-то Специальные цены В какой-то Определенный День То есть То что Используют Часто Другие Кинотеатры Вот На данный Момент У нас Есть Предложение По понедельникам Покупая Два билета Можно Заплатить Заодно Также Один Раз в месяц Мы делаем Как бы 50% Скидку Называется Акрпол Дэй Тоже В четвергах Можно Проходить 30% Скидку Студенты С Айсиком И Опять Можно И делается Всякие Специальные Мероприятия Для Как бы Пирмизра Для Фильмов Которые Еще не на Окранов Но Перед Днем Один день Или два дня За Официальным Пирмизрадой Делаем Специальные Эвенты Для Фильмов Тоже У нас Есть Комеди Клаб Эвенты Когда Они Делаются Не часто Но Опять же Мы Видим Что Это Не кино Формат Но Очень Различ Можно Хорошо Провести Время То есть Такого Рода Мероприятия Отдельные Для Тех Кто Хочет Посмеяться То есть Провести Вечер Такие даже Ну я бы сказал Это получается Концерты Да Скорее уже Чем Ну да Это уже Живой человек Это уже больше Не киноэкран Но Другой вид Развлечения Но все равно Хорошее место Место Это в кинотеатре Где есть Большая аудитория А если Вот брать Такую категорию Например Ну вот Как Сеньоры Ходят ли они В кино Или они Предпочитают Смотреть Телевизор То есть Телевизор Эдгар Хартманис. Сегодня в нашей студии вы слушаете программу «Синема». Мы продолжим, сейчас немножечко прервемся, после чего продолжим разговор и уже перейдем, может быть, к репертуарной политике. Какие фильмы сейчас можно посмотреть, какие будут фильмы, но и обо всем об этом через пару минут. Продолжается программа «Синема». Я напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель кинотеатра «Аполло» Эдгар Хартманис. И вот мы как раз уже начинаем говорить о фильмах, которые сейчас идут. Вот мы заговорили о том, что Эдгар Хартманис – это один из таких больших блокбастеров, ну, хитов проката. И получилось, мне кажется, очень даже интересно, вот год назад, когда праздновалось столетие Латвии, были выделены большие деньги именно на латвийские фильмы. Мне кажется, что сами, в принципе, вот, сам киноцентр, может быть, даже не ожидал, что будет такой отклик и у людей такой интерес к латвийскому именно кино. И вот как, по-вашему, в принципе, вот латвийские фильмы выдерживают ли, ну, вот, конкуренцию с Голливудом? Насколько интересны они? Потому что, вот, если я видел данные по сборам, там, 150 тысяч зрителей. Да, уже больше. Уже больше. Да. Этот фильм, наверное, можно сто процентов сказать, он, да, выдерживает конкуренцию Голливуда. И я хочу сказать, что и другие фильмы, и более, каждый год лучше и лучше становится контент этого латвийского фильма. И надеемся, что это будет продолжаться, потому что это важно, чтобы местное кино, местные фильмы были хорошие, качественные и разные. И они разные, потому что мне очень нравится, что очень разное кино, вот, есть исторические фильмы, есть комедии, есть комедии простые, там, комедии молодежные, драмы, ну, то есть, абсолютно разные фильмы для разной аудитории. А что, вот, в ближайшее время можно будет посмотреть из латвийских фильмов, может быть, какие-то, какие премьеры именно латвийских фильмов ожидаются? Да, ну, самое ближайшее, это будет «Янга таксмэс» вторая часть, потом ждем фильм «Классы с Салыдойм» вторая часть в феврале, в следующем году, в феврале, и фильм «Тас парку на эстаст». Да, это Андрес Эйтс фильм, посмотрим эти, как бы, «Янга таксмэс» и «Классы с Салыдойм» с первой части были хорошие результаты, и ждем их, ждем их. Угу. У нас еще один звонок, я вас попрошу надеть наушники, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень извиняюсь, я продолжу тем попкорн, но немножко в другом ключе. Очень нравится ваш кинотеатр. Спасибо. Чемпион, в принципе, и всем с обслуживанием, как все проходит, на самом деле, очень современно, все супер. Но я просто хочу обратить ваше внимание, что, к сожалению, ну, очень много людей сейчас обращают внимание, что они едят. Плюс, там, ну, к сожалению, у нас в Латвии достаточно высока проблема и других, там, заболеваний. У меня к вам просьба, чтобы у ваших всех закусок, которые очень вкусные, где-то можно было добыть информацию о том, ну, не составе, а, как это называется, индигрентах. То есть имеется долгихидраты, там, цукур, асатурс и так далее, и так далее. Просто дело в том, что, допустим, людям больным диабетом очень важно знать, сколько углеводов они потребляют. И, ну, это очень актуальная тема, к сожалению. Спасибо большое. Хотя бы на май слабый поставить, и все. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Да, спасибо за замечание. Над этим мы тоже так счастливо работаем. Эту информацию будем выставлять в кинотеатр, чтобы для всех было понятно и согласен с зрителем, слушателем, что такую информацию надо давать, да. А вот мы уже упоминали о том, что у вас один из залов от IMAX. А вот в чем, и это единственный, я понимаю, в Латвии кинотеатр и даже в Балтии? Ну, в Балтии два IMAX, это один в Эстонии и в Латвии. Но в Латвии это самый новейший IMAX, который IMAX предлагает. И он отличается множеством корректиризованием с того, что есть в Эстонии. И самое главное, что это самый новейший лазерный проектор, который у IMAX есть. И также, что он дает, это более контрастное изображение, более контраст красок и также яркие экраны. И как, что такое, петрусский, извиняюсь. Ищет спеи. Это разрешение? Да, да, да. А я вот просто ходил, как раз смотрел фильм «Гемини». Да. И он именно меня очень удивило, потому что я, честно говоря, долгое время не ходил в кино 3D смотреть, потому что мне казалось, что как раз проекторы, ну, обычные проекторы, которые показывали 3D, более тусклое изображение по сравнению с обычным 2D изображением. И вот в этом случае я был именно очень удивлен тем, что насколько было очень яркое и эффектное изображение. Да, «Гемини» в формате IMAX был различным с другим фильмом, потому что он был специально сделан 64 кадра в секунду. И тоже новейшая IMAX-система, которая есть, тоже дает ярче 3D проекцию. И поэтому эти приключения, которые вы видели, такие они были. Этот фильм точно был очень ярким в 3D. И так я понимаю, его можно было в таком качестве посмотреть только в этом зале и только в этом кинотеатре? Да, вообще-то не только в этом зале, в этом кинотеатре, но и в мире таких залов немного. Поэтому, как бы, тоже это наше очень различное сравнение с другим кинотеатром, что у нас есть, да. А какие фильмы, в принципе, вот сейчас в этом зале показываются и будут показывать, которые действительно стоило бы посмотреть именно в этом зале? Самое ближайшее, что пока что показываем фильм «Ле Ман» о спортивных машинах. Тоже очень хороший фильм, чтобы посмотреть в IMAX, потому что очень можно почувствовать и выжать этот весь приключение в гонке машин. Следующий фильм, что у нас будет, это будет «Джуманджи». Я думаю, что для IMAX формата он очень хороший для того, что он яркий фильм. Много приключений, тоже прекрасная возможность посмотреть этот фильм. И потом уже следующее, это будет «Стар Ворс». Опять же, для тех фанов больших, это определённо самый лучший формат, где смотреть этот фильм. Завершающая уже часть вот этой трилогии последней, которую сейчас уже Дисней готовил. И да, я думаю, что вот это будет в какого числа, получается? Официально открывается 18-го, и перед тем уже пару сеансов для специальных зрителей, которые могут хоть раньше посмотреть этот фильм. То есть можно будет посмотреть на несколько дней раньше? Да. Что ещё? Вот я хотел отметить ещё, когда смотрел вашу сейчас афишу, я сразу обнаружил целых три российских фильма. Это комедия «Давай разведёмся» с Анной Михалковой. Это спортивный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», который сейчас вот буквально только-только вышел в России. И это очень интересная такая картина, текст по роману Глуховского с очень популярным актёром Петровым, Андреем Медровым, в главной роли. Правильно, да. Эти три фильма мы сейчас показываем, и у них хорошие результаты. Видим, что зрителям нравятся такие фильмы. И в будущем будут русские фильмы тоже. Так же, как «Полицейские срубовки» будет следующий русский фильм. Ну, то есть, вот и русское кино, тоже российское кино можно посмотреть. А что ещё, вот кроме, ну, может быть, вот мы уже упомянули «Звёздные войны», «Джуманджи» ожидается в ближайшее время? Какие ближайшие премьеры? Да. В декабрь мы ждём «Янгл» таксометра, вторую часть, как говорил уже заранее. Мы очень ждём анимации фильма «Фроузен 2». Наверное, все ждут. Он уже вышел, да, уже вышел в Америке. Он показал какие-то очень хорошие результаты. Да, ждём очень этот фильм. Даже для любой взрослого очень будет прекрасно посмотреть это. Так же, какой интересный фильм будет, называется «Cats» musical. В следующем году, в январе, мы будем показывать фильм «Bad Boys», вторую часть. По-моему, третью уже, да. Третью. А, да, третью. Это третью уже часть. Да, да. Уже прошло много лет. Да, ведь там был большой перерыв. И это сейчас очень интересно увидеть. Мне кажется, что когда вышел первый фильм, вот «Мартин Лоуренс», он был даже немножечко популярнее у Уилла Смита, мне кажется. Да. А сейчас с годами мы понимаем, что как-то всё уже по-другому поменялось. У Уилл Смит, ну, такая мега-звезда, Мартин Лоуренса уже чуть-чуть подзабыли. Но, тем не менее, для него это шанс напомнить о себе. И вот картина двух полицейских, такой яркий боевик. Я помню, что он пользовался первой часть, вторая часть большим-большим очень успехом. Да, этот фильм тоже планируем показывать о Макс-формате. Ждём. Да, в следующем году самые, как бы, такие большие фильмы, что будет, я думаю, наверное, «Бонд». Да, это последний уже фильм с Даниэлом Крейгом. Теперь он уже точно говорит, что всё, больше. Уже точно, да. Но хотя его, по-моему, чтобы уговорить, ему заплатили какие-то, ну, безумные, там, 25 или 30 миллионов долларов, там, какая-то очень большая сумма. У каждого есть своя цена, правильно, да. Ну, опять же, Дисней делает экранизацию мультфильмов в виде фильмов. Это «Мулан», тоже очень прекрасный фильм будет. Много анимационных фильмов, «Миньоны» будет опять, «Круц», «Спанчблок» будет. Такое, всякое новое. Ну, как бы, в каждом году в Латвии, в общем, больше, чем 300 фильмов прокатывается. Так что много хорошего можно будет посмотреть. Вот вы говорите, что, в принципе, «Аполло» – это один из самых современных кинотеатров Европы. И вот современное кино, вот куда оно движется? Что будет дальше? То есть, мы видим всё время, что появляются какие-то новые-новые технологии. Вот 3D появилось, ну, какой-то момент был всплеск, а сейчас, может быть, чуть меньше. Вот что будет дальше? Люди смогут голосовать? Может быть, как сейчас, ведь появляются такие возможности, там, уже их пробуют телевизионные платформы. Что может ещё придумать? Ну, интересно то, что в Южной Корее, как оно называется, 3DX, 4DX, где можно уже почувствовать фильм с водой, там, ветром и так далее, что даже не советует для, там, людьми, с проблемами с водой. Как бы… Ну, вот вестибулярный аппарат, который… Да-да-да-да. Опять, может, такой интересный концепт, что увидел в мире, что бар-кино, где барная стойка, пиво можно пить и просмотреть. «Аполло» – кино, наверное, будет думать новые вещи для комфорта, для просмотра. Пока что, конечно, официально ничего нового мы не можем сказать, но как-то был партекс зрителей наших, да. И я понимаю, что вот эти возможности, этих звёздных мест, они, кстати, есть в каждом зале или в особых залах? Да, если так конкретнее, по сидениям, в каждом залах их нет. У нас есть два ресторан-залов, где ресторанные сидения есть, у каждых двух сидений есть большой стол, опять же, там можно заказать. Также есть один зал полностью обнащен звёздными сидениями, где, в общем, есть 50 сидений. И потом есть пять залов, где верхние ряда есть с звёздными сидениями. Один зал без этих звёздных сидений. Ну, то есть можно выбрать, в каком зале хочется посмотреть. Ну и что вообще можно делать и что нельзя делать в кинотеатре? Вот каким образом понять людям, ну, как себя вести? Да, что делать? Делать можно одно, это смотреть фильм и провести хорошее время. А самое главное, что нельзя делать, это мешать другим и произвести видеосъёмку фильма, как бы для пиратства и так далее. Это самые главные вещи. Ну, а каким образом можно, например, не знаю, там, если человек, ну, в разные же бывают ситуации, совершил покупки в торговом центре, вот, если как-то возможность, например, если у него там сумка, и вот пустят ли его в зал или где-то её нужно оставить? Да, если говоря о продуктах, купленных в других местах, этот вопрос можно как бы сказать так, что мы продаём продукты, которые регулируют, что мы можем проконтролировать, там, сам инспекция и так далее, за продукты, которые мы можем отвечать за их качество и так далее. Если человек приносит другие продукты, мы за этих не можем отвечать, и поэтому нельзя заносить продукты, которые куплены в другом месте. А если, ну, вот я имел в виду, может быть, там, ну, кто-то купил, ну, в торговом центре какую-то громоздкую вещь или там, ну, условно говоря, там, мультиварку там купил, и в то же время ему хотелось вот сходить в кино, вот как ему, есть ли какой-то, ну, не знаю, может ли он оставить или где-то, ну, то есть каким бы... Ну, да, конечно, если есть вещи, которые будут самому зрителю мешать смотреть фильмы, вы можете попросить сотрудников кинотеатра, мы поставим, сохраним для конца фильмы и потом сделаем возврат, конечно, да. Ну, то есть вот это тоже такое очень важное, может быть, момент, потому что именно то, что у вас торговый центр, ведь действительно, ну, люди совершают покупки, идут в кино, и чтобы одно... Ну, да, это одно, но зимой тоже у нас есть уже куртки и так далее, у нас есть гардероб, где можно повесить свою, как бы, куртку и уже поудобнее идти в кино. Ну, да, это тоже, кстати, часто бывает, что, ну, не знаю, в шубе там может быть и жарко, и неудобно, и потом, типа, куда её снимать, где держать. А вообще сколько, как устроен вот современный кинотеатр, сколько людей занято вот в его обслуживании сейчас, потому что вот... Да. В общем, в кинотеатре «Аполло» кино есть более чем 30 сотрудников, обслуживающих сотрудников, которые ежедневно меняются. Они, конечно, работают на неполную ставку, эти студенты, юные люди, которые хочут подрабатывать, и дополнительные доходы ежедневного страта, да. А скажите, вот как, например, вот если возможность, например, устроиться, вот вы скажете, студенты, вот если, ну, вот сейчас нас слушает кто-нибудь, и захотел бы устроиться на работу, что нужно уметь? Нужен ли какой-то опыт? Какие, ну, вот требования? Да, ну, самое главное требование – это быть коммункаблем, приятным, как бы, и все остальное можно научиться. Очень хорошо, если есть опыт перед тем в обслуживании, ну, это не самое главное. Главное – быть открытым, веселым, коммункаблем. Так. Еще вот я помню, когда был в детстве, часто в кинотеатре рвалась пленка, то есть это вот был такой момент, когда там кричали там сапожник, свистели, там включали в кинотеатре свет, вот этот оператор начинал склеивать пленку, это было всегда какое-то приключение, если фильм был старый, обязательно пленка рвалась, может быть, даже не один раз. Вот как сейчас показывают фильмы, ну, вот, чтобы было понятно, что это такое, то есть вот, это же уже не пленка. Да, правильно. Пленка – это, вообще-то, не так уж недавно было, только пару лет назад полностью все дегенеризировано, дегенеризация, да, перед тем показывалось на пленке, как бы, интересный факт, что пленка была длиной 2, больше, чем 2 километра, это такой интересный факт, да, и она была, это случай, как вы говорили. Сейчас фильм показывается в дигитальном виде, с дигитальными проекторами, и даже фильм, фильм скачивается в наши проекторы, таким образом мы показываем. Фильм сделается специальным в киноформате, которых не можно посмотреть на компьютере или дома, на любом виде, как бы, в DV и так далее, да. И прямо вот титры, они уже прямо предусмотрены в этом? Да, титры, титры, это, титры для фильмов, это отдельный, как бы, дигитальный файл, опять же, на каждый фильм, что предлагается фильму, определенных, в какой стране он показывается, там, тогда латвийский или там русский субтитр и так далее. Кто определяет, вот, какие фильмы пойдут, а какие нет? Потому что ведь, ну, каждый прокатчик хочет, чтобы его фильм шел как можно больше там было экранов. Да. А вот как вы берете, по какому принципу вы берете, кто, вот, кто принимает решение, этот фильм мы возьмем, а этот, ну, нет, спасибо, это не слишком. Ну, в общем, если сказать, что фильмы для всех кинотеатров предлагаются одинаковые, нету так, что другой кинотеатр может получить этот фильм и другой не тот. Мы, конечно, смотрим на те фильмы, которые идут, как бы, блокбастеры, где большие бюджетные фильмы, это все мы показываем. Если говорить о том, сколько экранов, сколько сеансов в день и насколько долго мы показываем, это зависит от того, какой есть запрос на фильм. Если на фильм есть запрос, он показывается подольше. Если, опять же, запроса нет, показ фильма будет 2-1 неделю. Иногда фильм показывается даже 2 месяца, если запрос продолжается. А вот есть ли какие-то, например, в Америке, я знаю, что существуют специальные рейтинги возрастные, ну, вот, например, там не пускают подростков, там есть градации же без сопровождения родителей, там строго до 18 лет, потому что есть разные фильмы в разных фильмах, ну, сейчас меньше, но есть и эротика, и насилие, и какие-то вещи, связанные, ну, не знаю, с употреблением запрещенных наркотических веществ, которые могут, ну, подростки не понимать и это воспринимать как призыв к действию. Вот как вот это всё решается с ограничениями? С ограничениями бывает так, что большинство фильмов, что в Латвию ходят, а у них это... И это это, и это это, и это это, и это это, и это рекомендуемые. Да, и рекомендуемые, да. И, как бы, если мы видим, что зритель не соответствует этому рекомендуемому, мы спрашиваем разрешение старших, старших, чтобы было позволено им идти фильм. Если такого нет, мы, как бы, не пускаем фильм, и, как бы, делаем возврат билетов, предлагаем фильм, который сосходится с возрастом этого человека, да. А вот, например, фильмы ужасов, они к какой категории относятся? То есть, насколько, ну, вот, фильмы ужасники, они считаются возрастными или нет? Потому что... Ну, да, там большинство есть 16 лет, и тогда просто смотрим, если этот подросток уже достиг 16, тогда спускаем, если нет, тогда, как бы, говорим что-то. Этот фильм не для вас, вы лучше выберите что-то более... Дети не могут решать сам, и, конечно, как бы, возраст не тот, чтобы решить за себя такие вещи, да. А вот дети, которые приходят, например, смотреть, ну, детские даже фильмы, здесь же есть тоже одна проблема, что дети, может быть, кто-то еще даже не умеет читать, кто-то читает очень плохо, и вот, ну, где-то родители начинают, там, ему, ну, шептать на ухо, и получается, что такое прямо гудение по залу, там, может, начинаться. Да, я думаю, что детские фильмы, анимации, они всегда более, как бы, густые. Много ребенка, за каждым не усмотрешь. Опять же, если это очень мешает другим, тогда мы можем это решить отдельно, но, в общем, не было таких больших проблем, что маленькие дети, это мешает другим, когда родители там рассказывают, что там происходит и так далее. Но, опять же, этот возраст от каких-то... Когда люди тогда берут маленьких детей в кинотеатр, это сами родители решают. Но есть же, просто я еще к тому, что есть фильмы, которые полностью дублированы. Да. Как раз это чаще всего дублируется полностью. Да, конечно же, анимации, они полностью дублированы, наверное, на латвийском и русском языке. Конечно, если бы они не были дублированы, наверное, было бы труднее достичь этих детей, потому что они не умеют читать, правильно говорить. Например, какие... Ну вот, понятно, что чаще всего посещают, наверное, это уикенд, это выходные дни, пятница вечером и до понедельника. А вот в дневные часы есть ли зрители, кто приходит обычно смотреть кино днем? Да, есть. Как вы говорите правильно, они не больше, их нет так много, как в будние дни. Ну, такой запрос есть, поэтому кинотеатр работает каждый день без перерыва. А со скольких часов он работает? Он открывается с 10, первый сеанс начинается до 11, да, и работаем до 10 вечера. Ну что, на самом деле, вот мы заговорились, я смотрю, уже и время так пролетело, час, как совершенно незаметно. Сегодня мы говорили о кинотеатре «Аполло», и в нашей студии был руководитель этого кинотеатра Эдгар Хартмани. Спасибо вам большое, вот очень было интересно заглянуть за кулисы, узнать, как устроен кинотеатр. Спасибо, ну и до новых встреч. Это была программа «Синемалек». Добрый вечер. Добрый вечер.